Доброе утро! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Hello and welcome to my channel. Как у вас дела сегодня? У меня замечательно. So, learn Russian with short stories. Давайте начнём. И первое предложение. Я живу недалеко от станции метро Пушкинская. Давайте напишем. Я живу, я живу, живу, я живу, это буква Ж у меня такая кривая. Я живу, я живу недалеко от станции метро. Недалеко от станции метро Пушкинская. And the name of the metro station, we will write in the... Я всегда забываю это слово. I always forget this in... Не помню, в кавычках по-русски. Пушкинская. From the last name of a very popular Russian author, Пушкин. Пушкин, Александр Пушкин. Пушкинская. And the name of a metro station is with... His name is Пушкинская. Like Пушкин... Пушкин's with S. His station, да? Пушкинская. Я живу недалеко от станции метро Пушкинская. First listen, then try to translate. If you can translate it, write it here in chat. Итак, я живу недалеко от станции метро Пушкинская. Всем привет, доброе утро. Итак, I live, я живу, недалеко от, not far from, станции метро Пушкинская. Metro station, and the name of this metro station is Пушкинская. Очень хорошо, пойдём дальше. Итак, я живу недалеко от станции метро Пушкинская. Недалеко от метро находится большой красивый парк, в котором я часто гуляю. Недалеко от метро... I will write with different colors. I don't know, maybe it will help. Недалеко от метро находится большой и красивый парк. Большой большой и красивый парк. И красивый, и красивый парк. Парк. Окей. So, недалеко от метро находится большой и красивый парк, в котором я часто гуляю. Недалеко от метро находится большой и красивый парк. В котором я часто гуляю. Недалеко от метро, not far from the metro station, находится, is located большой и красивый парк. Big and beautiful park, в котором я часто гуляю. In which I very often take walks. Гуляю. Or walk. Very often. Я часто гуляю. I often take walks. Or I often walk. Недалеко от метро находится большой и красивый парк, в котором я часто гуляю. Отлично. Пойдём дальше. Следующее предложение. Слева от станции есть большой книжный магазин, в котором я хожу... Так, подожди. Sorry. A little bit tired today. Слева от станции есть большой книжный магазин. Есть большой книжный магазин. Мага-га-зин. Мага-зин. Есть большой книжный магазин, в который я хожу... В который я хожу покупать книги или просто читать? Покупать книги или просто читать? Просто читать. Просто читать. Чи-тать. Читать. Слева от станции есть большой книжный магазин. On the left side of the station, слева от станции, of the metro station, Пушкинская, слева от станции есть большой книжный магазин. There is a big bookstore. Большой книжный магазин, в который я хожу... Again, we have here... В котором... In which... Or в который... In which to... In which I go... В который я хожу покупать книги, to buy books, или просто читать. Or just to read. You know those stores, знаете, такие магазины, куда можно зайти, сесть и просто читать книги. You can go there, sit and read books, without buying them. Я хожу покупать книги. I go to buy books, или просто читаю. Or I just read there. Хорошо, отлично. Пойдём дальше. Let's continue. Следующее предложение. Итак, next sentence. Давайте напишем оранжевым. H, X. Спасибо большое. Thank you. Thank you for supporting my channel. Спасибо большое. Yeah, guys who accepted, now you are members of my channel. And you will see some videos for members and some quizzes for members. Итак, дальше. Следующее предложение is... Около станции есть магазин и кафе. Около станции. Около. Около, знаете это слово? Около станции. 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 Около станции. Так, секундочку, ударение на букву А. Здесь. Около станции есть магазин и кафе. Есть магазин. Маг-га-зин. Маг-га-зин. И кафе. Кафе. Около станции есть магазин и кафе. Около станции есть магазин и кафе. Около is another word for near. Около. We can say возле. We can say около. They are synonyms. Около станции. Next to the station or near the station. Около станции есть. There are. Маг-азин и кафе. A store. A shop. A store. And a cafe. A coffee shop or something like that. Хорошо. В магазине я иногда покупаю продукты. А в кафе пью кофе с подругами по выходным. Отлично. Давайте напишем. Следующее предложение. В магазине я иногда покупаю продукты. В магазине. В магазине я иногда покупаю продукты. А в кафе пью кофе с подругами по выходным. А в кафе, а в кафе, потому что есть кафе, да, около станции есть кафе, а в кафе пью кофе, пью кофе, кофе, пью кофе с подругами по выходным. С подругами по выходным. По выходным. По выходным. Отлично. Итак, в магазине я иногда покупаю продукты. В магазине я иногда покупаю продукты. А в кафе пью кофе с подругами по выходным. В магазине я иногда покупаю продукты. At the store, I иногда sometimes покупаю продукты. Buy groceries. А в кафе пью кофе. And at the cafe, I drink кофе, coffee with my friends, with my girlfriends in weekends. По выходным. Means every weekend or very often in weekends. По выходным. По выходным. Отлично. В магазине я иногда покупаю продукты, а в кафе пью кофе с подругами по выходным. Отлично. Следующее предложение. Я живу в доме рядом со станцией метро. Я живу в доме рядом со станцией метро. Я живу в доме рядом со станцией метро. I live in a house рядом, next to, со станцией метро. Next to the metro station. So I live in a house, near the or next to the metro station. Я живу в доме рядом со станцией метро. Очень хорошо. So I live in a house, near, next to the metro station. Отлично. Рядом с домом есть хлебный магазин, в котором я часто покупаю хлеб, булочки, маффины. Рядом с домом, рядом с домом, I will not continue for you to see it better. Рядом с домом, I will continue here. Рядом с домом, рядом с домом, есть хлебный магазин, есть хлебный магазин, есть хлебный магазин. Рядом с домом есть хлебный магазин, в котором, again, we have this, в котором, in which, в котором, в котором, в котором. Я часто покупаю хлеб, в котором я часто покупаю хлеб, булочки. Булочки, and one more word, маффины. Маффины. Маффины are muffins or pancakes. Маффины. 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 Some people call them in Russian, кексы, but nowadays we use this American word, English word, маффины. Рядом с домом, next to the house, рядом с домом, есть хлебный магазин. There is a bakery. In Russian we say bread store, bakery. Есть хлебный магазин, в котором я часто покупаю, in which, I often buy, я часто покупаю хлеб, bread. Булочки, buns, булочки, with something inside, like jam or without nothing, but these are these sweet, сладкие булочки, sweet buns. Булочки и, of course, маффины. Все знают слово маффины. Everybody knows this word. This English word, маффины. Окей, so, рядом с домом есть хлебный магазин, в котором я часто покупаю хлеб, булочки, маффины. Отлично. Следующее предложение. К сожалению. Офис, где я работаю. Офис, где я работаю, к сожалению, офис, где я работаю, находится очень далеко от моего дома. Очень далеко от моего дома. От моего дома. Дома. Окей. Очень далеко от моего дома. Я езжу на работу на метро. Офис, где я работаю, находится очень далеко от моего дома. И я езжу на работу на метро. К сожалению, means unfortunately. Офис, где я работаю, the office where I work, где я работаю, находится, is located, is situated, очень далеко от моего дома. Very far from my house, from my home. И я езжу на работу на метро. And I go, езжу already means that I go by transportation. And here I specify that I go by metro. But езжу already means that I go by transportation somewhere. И я езжу на работу and I go by transportation to work на метро. Or using the metro, the underground. Очень хорошо. Все на сегодня. И спасибо за внимание. Super lessons today. Спасибо большое. Paul, you always so supporting. HX, спасибо большое за поддержку. Thank you for supporting my channel. И увидимся с вами вечером. See you in the evening for our next class. Целую вас. Чмоки-чмоки. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok